здравствуйте здравствуйте дорогие друзья с вами на связи викана подписывайтесь на мой канал гости моего канала чтобы не пропустить ничего интересного нажимайте на волшебный колокольчик который находится под моим видео сегодня хочу показать расклад как он вас любит как он без вас раскладе мы рассмотрим силу притяжения мужчины и что же все-таки у него есть почему потому что мужчины при общении с дамой как говорится не всегда говорят свои чувства силу своей мужественности либо в силу того что они до конца не осознают свои чувства почему для некоторых мужчин собственно говоря сказать я тебя люблю очень большая проблема и можно выяснить что думает вас мужчина с которым встречаетесь совершенно не спрашивая об этом поэтому помимо слов любви каждый человек показывает какие-то признаки своих чувств поэтому поэтому давайте приступим к раскладу кто хочет присоединяйтесь со своей ситуации если вы доверите может быть вы какие-то такие ключевые моменты найдете для себя полезные в этом раскладе другим говорю не ставьте себе пожалуйста установки никакие потому что расклад показателей и не привязан конкретно никакой паре и так я по первой карте хочу посмотреть силу притяжения как он к вам относится на самом деле насколько он часто хочет своими общения как часто хочет проводить с вами время почему это говорю потому что мужчина либо общается женщины либо не общается мужчине женщина может нравиться либо не нравится любит либо не любит третьего не дано мужчин все проще и когда он часто вам звонит пишет приходит появляется ищет повод для встречи это действительно что человек хочет быть с вами если он говорит вам я никому это раньше не говорил значит скорее всего он вас любит вам доверяет потому что мужчина не может играть такую роль как женщина не звонить специально чтобы проверить чувство женщины за исключение пикапа пикап это такое знаете специальное хмурение с применением неких фишек мужчина так делают но те которые находятся на может быть на тренингах по пикап и так давайте будем смотреть все колоде перетисовала для сомневающихся первая карта как вы тянет знаете здесь некое помутнение мозгов даже смотрю человека его тянет очень сильно это маниакальность какая-то если честно это маниакальность его очень сильно тянет но у него есть очень много проблем здесь может проиграться любовный треугольник также могу сказать потому что здесь шесть мечей в лодке мечевая масть это очень сложная масть ему его очень тянет на очень много причин по которым он не может быть с вами он не может быть с вами у него либо какие-то проблемы либо есть прошлое отношения но здесь на этой карте показан такой знаете путь без конца и без какой-то некой мотивации и бесконечного пункта почему я это говорю вот это некое притяжение оно есть оно есть но здесь вот несмотря на то что я говорила выше здесь она еще не определилась не определяет человек как в коматозе он еще вот принципе знаете на что похож на что похож на человека наводит какую-то магию давайте будем говорить человеку сбивает с пути сбивает с этого притяжения у него постоянно препятствия какие-то как он соберется позвонить и начать какие-то препятствия как он соберется куда-то тениус какие-то препятствия это знаете очень на многом говорит человек немножко заблудился но его очень сильно тянет какая-то неведомая сила почему потому что мы видим здесь полна луния на карте мы сейчас дальше посмотрим расклад будет открываться далее вторым пунктом и я хочу посмотреть если такое состояние человека что он вообще не может жить без вас как он там без вас что с ним без вас происходит насколько он без вас насколько он сильно сильно его знаете такая воля может он себя чувствует свободно потому что здесь видите карта такая когда находится без вас как-то освобождается до от своей партнерши будем так говорить и чувствует себя вольно либо все-таки ему хочется даже есть манипулятор такие которые тянут к себе партнерш некими другими образами давайте посмотрим я вижу две пути два пути у человека вот опять мы подтверждаем первую карту опять же может быть проиграться любовный треугольник потому что два пути и он как говорится и не может без вас будем так говорит то и не может покинуть то вторую дорогу он выбирает как что же мог быть вот видите вот как я по первой карте показала без цели пока идет он не знает конечные результаты здесь выходит карта нас двоечка жезлов двоечка жезлов принципе я хочу сказать вот по первой карте когда мы видим аркан луны аркан луны это знаете называется что вы значит для него все но запутался он запутался честно говоря не так приятно чувствовать такое давление когда вы являетесь для человека всем это такое маниакальное такое притяжение несмотря на все проблемы все что есть его все равно очень сильно тянет к вам но когда дело доходит до как говорится цели он начинает раздваиваться он чает раздваиваться начинает сомневаться это надо потому что у него на самом деле две дороги может быть прошлое отношения может быть как я говорила есть какая-то магия наводит сейчас этим очень многие занимаются кто-то подсыпает кто-то подливает кто-то наговарит а кто-то знаете просто одним взглядом может просто гипнотизировать человека возвращать обратно увы есть такие люди хотите верьте хотите нет также также по этой карте видите опять луна мужчина может вас обособлять от других людей о чем это говорит он может вас отдалять от ваших близких и друзей любящего от кого-то до чтобы вы были только в его власти вот здесь некая собака на сене но все но не две дороги это я все говорю про первую карту чтобы полностью были в его власти такой будет легче вами управлять вот когда вижу полнолуние это такое маниакальное движение маниакальные просто вот есть препятствия есть какие-то преграды но он упорно двигается хотя цели не видит и цель у него раздвоение ответе он начать раздваиваться что-то здесь очень странная ситуация вот именно в этом раскладе давайте посмотрим про комфорт комфортно ли ему рядом с вами на самом деле комфортно ли вам рядом с нами с вами что мы сейчас увидим да или он одевает некую маску все таки почему я хочу сказать если вам спокойно с мужчина ему с вами да есть какие-то признаки все таки он подает да потому почему потому что находясь рядом с близким любимым человеком не нужно играли рот ну играли какой-то играть извините меня какую-то роль и притворяться можно нужно просто быть самим собой это ощущение это самый важный показатель когда надевает маску либо ведет себя как говорится естественно ведется естественно давайте посмотрим третья карта опять мы видим аркан выбора мучительную любовь роковой любовь роковые отношения вот опять мы видим такую карту и здесь я видите двоечка и опять идет та же самая двоечка тот же самый выбор это четко какой-то любовный треугольник проигрывается потому что я вижу второго партнера мучительный выбор он не может определиться но это не хочет отпускать не хочет отпускать я принципе всегда говорю в таких отношениях таких отношениях это принципе токсичные отношения в них не нужно впадать в любовь сразу таких мужчиной все-таки нужно как-то быть с ним но жить своей жизнью даже если он активно настаивает быть с вами и говорится будет говорить я брошу прошлые отношения приду к вам здесь но этого не надо потому что придет время если вы с ним в любовь полностью идет уйдете извините эйфория вот это улетучится и вы будете ему совершенно не интересны потому что он на выборе на выборе это надо понимать и поэтому надо тут скользать то появляться чтобы быть ему интересной почему потому что когда мужчина находится на выборе одна из сторон должна перетягивать одна из тормоза не придет поэтому нужно быть очень интересной и непредсказуемой для такого человека потому что он не может определиться чтобы он раз пришел и сказал я остаюсь только с тобой но здесь определенно идет выбор определенно идет выбор ему не комфортно если честно говоря этих отношениях сразу говорю его не комфортно здесь что ж тут комфортного ничего здесь комфортного нет он на выборе может в этом признаваться может не признаваться но иногда мы спрашиваем одну ситуацию да а карта нам показывает совершенно другую то что мы должны видеть первую очередь и здесь мы наблюдаем именно высший аркан который нам показывает подтверждает уже увеличивают это позицию второй карты не комфортно его в этих отношениях в принципе сидит на двух стульях такое тоже часто бывает давайте посмотрим насколько он проверяет вас следит ли за вами наблюдает ли потому что он сам на двух дорогах и я вижу что он не часто появляется в вашем обществе и поэтому когда он находится на отдалении что же все таки происходит потому что если он все-таки не отпускает вас ни на шаг и следит за вами то это может быть некая такая слепая одержимость а в паре я сразу говорю вот видите такая слепая одержимость просто удерживает и сам как говорится не выберет одну из дорог но и удерживает а в паре каждому необходимо время обязательно обособленное время чтобы заниматься своими делами все оставаться собой вот о чем я хочу сказать потому что знаете бывает так что желание быть рядом скорее всего горит не любви том о том что человек не уверен себе вот такой тоже может быть давайте посмотрим четвертую карту ну вот я просто и говорила про что я говорила смятение переживания конечно же он готов бороться за вас даже готов бороться выяснять отношения и следить однозначно следит его даже это раздражает иногда поэтому то этих отношениях торопиться с выводами как бы знаете очень сложно не спешите с выводами потому что так бывает что пишет очень много смс-ок может писать очень много смс-ок то что эти энергии так и раздражение идет а если вы мне отвечаете он подает ярость подать ярость начинает может говорить какие-то слова если что-то ему говорить но почему так сидишь он говорит я беспокоюсь за тебя и таким образом он может казаться любящим и пытаться играть на вашем чувстве вины да что вы там виноваты что не отвечаете ему на какие-то звонки в общем вопрос это некий такой манипулятор видите он манипулирует и манипулирует по всей видимости обоими сторонами и вашей и с той стороной с которой может женщина не очень хоть есть прошлое отношение либо настоящее отношение потому что может быть говорит никто не будет любить тебя так как я вот только я тебя так люблю никто не знает что тебе лучше нужно как я такие фразы обычно знаете когда говорят когда мужчина теряет хватку над вами и не может вас удержать не может удержать ведь как держит очень сильно хочет держать но не может а давайте посмотрим еще одну карту достанью если связь все-таки насколько сильна связь со второй половиной а второй половиной здесь все-таки видим либо это прошли любовница сразу говорю либо ну будем говорить любовный треугольник так тоже можем говорить кто у нас может любом треугольники сами знаете если такая связь знаете есть эта связь очень мучительный аркан смерти он никак не может перешагнуть этот рубикон не может не может точно сложная карта сразу говорю вот даже будут говорить даже ничего здесь не нужно это такой мучительный выбор мучительный выбор и он понимает что если он все таки сделает выбор ему будет лучше намного он осознанно потому что аркан смерти всегда показывает видите белый цветок судя только к лучшему тринадцатый аркан смерти что он может нам показывать все идет к лучшему на самом деле и он понимает что если останется с вами его жизнь кардинально изменится но перешагнуть этот рубикон очень сложно для него потому что есть у него есть связь с прошлые с прошлыми отношениями и мы это отлично видим давайте посмотрим про его планы может какие-то планы вообще строить своими жизни потому что на подсознании мы видим что он прекрасно понимает что мы на этой стороне намного легче чем там будет жить он это понимает а строит ли он планы включает он в принципе вас свою жизнь если вы веду долгосрочных планах несмотря на то о чем он думает я всегда знаете как говорю когда встречаетесь мужчины никогда никогда не стесняйтесь спросить такой вопрос в начале отношений середине отношений какая разница какие у тебя планы насчет меня и если мужчина говорит но повстречаемся там будет видно либо он говорит пойдем со мной а вы говорите куда он говорит потом посмотрим это извините меня об этом надо же подумать ой хотел перетисовать не буду у меня идут карты по причинам следственной связи извините следующую карту достаю план у него есть на самом деле видите третий жезл держит впереди планы у него есть он хочет оставить все что него сейчас есть на второй половине в прошлом и планы у него есть жезл и он достаточно уверенно отвернулся от этих отношений и он хочет по всей видимости отвернуться от прошлых отношений почему он эту женщину свою партнерш может называть уже своей ну кому могут говорить свои может быть друзьям может быть за родителям может быть знакомым я не знаю кому нужно говорить он может быть что-то женщина занята это моя женщина видите жезл впереди уверенно поднял и держит и держит на то же он хочет быть с вами он может уже потихоньку вас познакомить со своей семьей это очень хороший индикатор если он захочет не то что может а хочет познакомить уже в круг своей семьи это тоже хороший индикатор поэтому что хочу сказать вот в этих отношениях когда мужчины две дороги извините две дороги что нужно делать когда мужчина все-таки развернулся с третьим жезлом и держит третий жезл впереди значит у него есть планы поэтому здесь не нужно торопить мужчина и упрекать его в это не нужно почему это говорю почему потому что я здесь вижу он не слишком торопится вам довериться не слишком торопится довериться поэтому вопрос все-таки задайте ему какие у тебя планы на меня план у него есть принципе вижу такой расклад достаточно очень сложный получился почему потому что здесь дальше не буду карту доставать мне в принципе мне все ясно что человек таком коматозом состоянии достаточно у него две дороги он вас любит однозначно понятно пока не может определиться с выбором он понимает резюмирую расклад что он все-таки если сделает шаг вашу сторону порвать сплошные отношения здесь он будет намного лучше намного легче он за вами наблюдать до маниакальности до ревности до злобы до агрессии потому что вы его женщина это надо понимать но существует и токсические знаете такие токсические отношения они принципе называются токсические эти отношения потому что вы сейчас живете не своей жизнью а жизни этого партнера жизни партнера если жить и значит ожидать какое все-таки вынесет решение какое вынесет решение поэтому эти отношения можно закончить чтобы их не ожидать а можно ожидать когда он все-таки сделает какой-то вывод а вывод у него есть но таркан смерти нам показывает что есть такой высокий порог через который ему очень сложно переступить очень много страхов переживаний также по аркану смерти человек может держаться за свое прошлое эти такой вот первый шаг надо сделать он не может прошлое вот чем прошлое отношения и для того чтобы перейти уже настоящие отношения в которых он понимает что ему будет легче ему в прошлом надо просто кусок на извините меня мясо своего ставить вот чем вопрос поэтому если все-таки кто-то хочет разорвать такие отношения я специально приготовил здесь три свечи для тех кто хочет разорвать отношения вот такие свечи если кто хочет поэтому это достаточно простой ритуал потому что знаете как говорится вот попали выпутаться никак вот я еще раз говорю не это женщина горит умом понимаю сердце не отпускает можно попробовать на убывающую луну на каждый из этих свечей предварительно надо надо написать может быть иголочкой до на первой свечи страдание боль покиньте меня и ваше имя первая свеча страдание боль покиньте меня и ваше имя на 2 свечи душевные муки ваше имя горите огнем на третьей свечи сердечная тоска оставь меня имя мое имя ваше извините эти три свечи течение трех дней на бывающей луне любое время суток сразу говорю любое но лучше конечно полнолуние ночью 12 ночи если вас нет возможности можете как вам ок вот как ваша душа захочет это сделать как вас потянет вот такая тоска нападет можно приступать к обряду течение людей надо сжигать по одной свече первый день 1 свечу страдание боль покиньте меня на второй день вторую свечу душевные муки горите огнем на третий день 3 свечу сердечная тоска оставь меня и когда ритуал будет завершён все что останется свечей все что останется свечей отнести подальше от дома и бросить желательно в какую-нибудь реку если есть чтобы она унесла есть вас подвижная река либо закопать но единственное что только если вы будете закапывать если бы кинете в реку ли в реку это с моста либо можно просто с берега с моста конечно лучше есть такая возможность но надо ставить посередине моста этот некий такой знать серединный портал между прошлым и будущим и если вы хотите это закопать то закопайте именно там где вы больше никогда в жизни не вернетесь туда и ходить там больше не будете чтобы это не подцепить обратно на первую убывающую но этот обряд можно сделать но только три дня если это пока не поможет следующую бывающую луну пожалуйста это повторите почему потому что любой обряд любое действие не всегда действует с первого раза это нужно опыт опыт еще раз опыт обряд должен к вам привыкнуть и понять что вы от него хотите очень простой обряд сразу говорю очень простой вот я вам советую сделать освободить душу свечная магия огонь он всегда очищает свеча может начать оплывать это будут оплывать ваши слезы ваше страдание свеча может начать коптить значит коптить еще лучше вы четко начинайте очищаться и отвязываться то чего вы хотите отвязаться вот такой вам мои дорогие совет вот такой вам мои дорогие расклад берегите себя не живите чужой жизнью живите своей жизни потому что жизнь она скоротечна жизнь скоротечна и лучше конечно это жизнь посвятить себе самой более а если у вас есть партнер то старайтесь не отдаваться полностью этому партнеру старайтесь не отдаваться полностью партнер оставьте что-то для себя для твоей жизни если вы все-таки у вас удастся это сделать то через полгода вы обязательно встретите свою настоящую судьбу все мои дорогие всего доброго до связи с вами была века на будет еще много разных раскладов берегите своих любимых берегите себя до связи